Привет, друзья! Давно мы не фотошопили, сегодня расскажу о некоторых приемах в фотошопе, которыми многие из нас пользуются не так часто и особенно мало пользуются новички, для которых прежде всего я и сделал ролик. Начнем с простого. И, наверное, один из самых удобных инструментов, особенно для тех, кто вынужден ретушировать портреты, которые сняты не совсем с типичным расположением героя в кадре, работать с портретной зоной здесь не так удобно, поэтому есть специальный инструмент ротации, за который отвечает клавиша R. R латинская, не на кириллице, нажимаем и имеем возможность крутить изображение на 360 градусов, что гораздо лучше помогает обрабатывать снимки. Для того, чтобы вернуть все в исходное положение, есть специальная кнопка в интерфейсе. Еще одна интересная особенность – это работа с кистью. Кисть активно используется в ретуши или работе с масками. Ее размер и мягкость легко регулировать. Обычно все делают так. Берут инструмент кисть, потом открывают ее меню правой кнопкой мыши, регулируют размер и мягкость, постоянно возвращаясь к этому интерфейсу. Я и сам так активно делал, когда работал мышью, а не планшетом, как это обычно происходит. Но если вы научитесь сделать вот так, то скорость работы увеличится многократно. Зажимаем клавишу Alt на клавиатуре и правую клавишу мыши и сдвигаем ее влево или вправо. Так можно быстро регулировать размер. А если мы зажимаем Alt и правую кнопку мыши и двигаем вверх-вниз, то изменяем ее мягкость и жесткость. И научившись с этим работать и приучив себя, это невероятно ускорит обработку. Просто кардинально. Быстрый экспорт фотографий. Иногда требуется быстро сохранить промежуточный вариант обработанного изображения. Если это требуется, нужно заходить в файл, сохранить как или нажимать комбинацию клавиш Ctrl-Shift-S. На самом деле в панели со слоями можно просто вызвать меню к объединенному слою и нажать быстрый экспорт. И затем сохранить в нужной папке. Часто здесь стоит формат PNG. Чтобы все поменять, нужно зайти в редактирование, настройки, экспорт. И здесь выбрать формат и качество экспорта. После сохранения у нас будет возможность уже экспортировать в том формате, который вы выбрали. В этом же меню можно использовать более продвинутый механизм экспорта. Экспортировать как? Даже если вы случайно не посмотрели за цветовым профилем или обрабатывали в другом цветовом профиле, отличным от sRGB, при экспорте у вас будет возможность все сконвертировать в привычный профиль sRGB, чтобы не было никаких изменений цвета при просмотре в интернете. Чтобы не уходить от корректирующих слоев, покажу использование так называемых smart слоев, которые позволяют более качественно настраивать эти самые слои. Представим, что я хочу повысить резкость на изображении с помощью фильтра. Обычно это делаю так. Создают дубликат изображения, заходят в фильтр и, к примеру, покажу самый простой, но не самый лучший способ. Повышают резкость с помощью одноименного фильтра. Проблема в том, что когда мы применили значение этого фильтра, то его уже не будет возможность скорректировать. И если мы ошиблись, то придется удалять слой и повторять все заново. Как это исправить? Создаем копию слоя и через меню превращаем этот слой в smart слой. Команды преобразовать в smart объект. И вот когда у нас слой в состоянии smart объекта, какой бы мы фильтр не применяли, у нас всегда будет возможность что-то скорректировать. Просто кликаем настройку и у нас есть возможность поменять параметры. Всегда можно добавить определенную маску к этому smart слою и скорректировать все, что необходимо локально. Кстати, про маски. Когда нам необходимо поработать только с определенной областью изображения с помощью маски, мы проходим по этой самой маске белой или черной кистью. Но иногда мы можем что-то недосмотреть и оставить какую-то часть изображения без этого воздействия. Наглядно это никак не определить и довольно сложно вычислить. Но как проверить степень воздействия на том или ином участке? Нужно перейти во вкладку каналы и кликнуть маска. Чтобы это упростить, посмотрите, какая клавиша отвечает за эту функцию. В моем случае наклонная черта. Поэтому при работе нажимаем клавишу с этой наклонной чертой и все будет очевидно. Еще одна интересная возможность это скрытая возможность настройки баланса белого в кривых. Вызываем корректирующий слой кривые, затем заходим в меню и выбираем автоматические операции. И здесь есть несколько вариантов. Подбор цвета основан на усилении противоположных оттенков и наоборот на их схожести. Для того, чтобы привязать эти настройки к нейтралям, белому, черному и серому, чтобы избавиться от поразительных оттенков, выбираем этот пункт. Если вы еще не догадались, то эти штуки аналог автотона, контраста и автоматической цветовой коррекции. Но так как мы все это делаем через отдельный слой кривых, у нас всегда есть возможность что-то скорректировать в самих кривых. Кстати, чтобы алгоритмы Photoshop подсказывали вам корректный баланс белого, где белый будет действительно белым в кадре, стоит выбрать вот этот параметр, найти темные и светлые цвета с привязкой к нейтралям. Этот пункт не стоит использовать всегда, но он может служить в качестве основы для поиска корректного, в кавычках, баланса белого. Еще одна вещь, на которую часто обращают внимание, это использование фильтра Camera Raw для проявки RAW. Но этот модуль можно прекрасно использовать и для обработки JPEG. Создаем копию слоя, превращаем его в смарт-объект, чтобы потом скорректировать результаты. И уже с помощью конвертера вносим изменения. По сути получается такой аналог Lightroom, внутри Photoshop и многие вещи порой проще сделать здесь, чем создавать корректирующие слои. К тому же в последнее время здесь появились и маски, в том числе и на основе искусственного интеллекта, поэтому они позволяют упростить работу с объектами и различными планами. И все это очень плавно корректировать. Не уходя далеко от RAW конвертера, когда вы проявляете RAW, бывает такое, что свето-теневой контраст между светлыми и темными участками так велик, что вы не можете сохранить информацию о цвете в рамках единого слоя. Чтобы это поправить, нужно использовать такой аналог HDR, который мы сформируем с помощью конвертера. Наверное, это не самый лучший пример, но допустим. Мы работаем над изображением и хотим получить корректную экспозицию. Но видим здесь некоторую проблему. Если с костюмом все в порядке, то область лица переэкспонирована. Можно все это поправить через маску в самом конвертере Camera RAW, но это не всегда удобно, да и кисть тоже не всегда точный инструмент. Да и в целом, работа в этом окне не очень быстрая из-за особенности навигации. Что мы делаем? Сначала делаем корректную экспозицию для части кадра. Затем открываем его как смарт-объект, зажав клавишу Shift и нажав вот эту кнопку. А вот потом делаем копию слоя, но именно способом создать смарт-объект путем копирования. Если вы сделаете обычную копию, это не сработает, поэтому всегда выбираем создать смарт-объект путем копирования. Когда есть вторая копия, то кликаем по ней, переходим в интерфейс конвертера и уже делаем правильную экспозицию для области лица. Нажимаем ОК. Потом создаем инвертированную слой маску, зажав клавишу Alt и кликнув иконку маски. Появляется маска и белой мягкой кистью проходим по области лица. Если нужно проверить точность работы этой кисти, вызываем отображение маски через клавишу с наклонной чертой, как я показывал раньше. Таким образом можно создавать несколько таких слоев и работать с ровом, не боясь что-то потерять. Это очень эффективная техника даже не для портретов, а для пейзажей. Главное не забывайте объединять слои или превращать смарт-слои в обычные, если захотите, например, что-то подретушировать. Смарт-слои не дают такой возможности. И последняя функция под завершение, многие не знают, но в фотошопе можно редактировать видео. Выбираем один из роликов и загружаем его в фотошоп. Появляется монтажная панель, где мы можем делать подрезку, переносить кусочки изображения и делать простой монтаж. Но самое интересное состоит в том, что мы обладаем возможностью применять корректирующие слои с их невероятным потенциалом. Однако здесь есть ограничения вроде применения инструментов удаления или ретуши, да и само воспроизведение видео и работы с ним не очень быстро и удобно, особенно если у вас не очень продвинутый компьютер и вы ранее работали с видеоредакторами. В видеоредакторах все-таки это делать проще. Но если вам захочется отредактировать, это можно сделать и в фотошоп, а затем экспортировать ролик через функцию файл, экспортировать, экспорт видео и затем уже в отдельном окне вы подбираете настройки или выбираете готовый вариант для устройства. Процесс экспорта тоже не самый быстрый, но тем не менее какой-то видеоредактор изменить может. Это были некоторые интересные возможности фотошоп, которые редко используют начинающие фотографы. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео.